Я лично отношусь к тем людям, которые считают, что та история, которая реализовалась в нашей стране, это именно та история, которая и должна была реализоваться. Никаких случайностей, никаких ошибок, никаких так называемых искривлений, отклонений не происходило. Все произошло так, как и должно было произойти. Соответственно, по-видимому, идея коммунизма, возникшая очень давно, до сих пор, видимо, не годится еще для реализации. Здесь я некую аналогию, если уж говорить о религии, усматриваю со знаменитыми десятью заповедями. Из этих десять заповедей, большинство из которых, и даже подавляющее большинство, по сути дела, регламентируют образ жизни нормального, честного, порядочного человека, эти десять заповедей здесь были сформулированы чрезвычайно давно. Ну уж как минимум две тысячи лет назад, как минимум. Однако ведь до сих пор не родился еще на свете человек, который выполнял бы все эти десять заповедей. Это просто невозможно. Десять заповедей были придуманы, как бы придуманы для того, чтобы сделать человека, человека с большой буквы, но это не удалось. То есть есть некое, видимо, противоречие между замыслом того, кто формулировал эти заповеди, и реальным человеком, который эти заповеди пытается привинить на практике. Я не удивился бы, если бы идеи коммунизма в том виде, в котором они сейчас стали достоянием широких масс, были бы в значительной степени, может быть, преждевременными, не приспособленными для реально существующего человека. И одна из причин, кстати, раз уж не попошло, одна из причин вот этого несоответствия состоит поведение в том, что коммунизм предполагает в основе своей бескорыстный, так называемый сознательный труд. А только человек, к сожалению, так устроен, что он никогда в истории, массовый человек, я имею в виду, никогда в истории до сегодняшнего дня не получал удовольствия от труда. Труд всегда был, всегда был и оставался просто средством к существованию прежде всего. И так это будет и в будущем? Это я не знаю. Я знаю только одно, что если человечество не предпринят каких-то сознательных попыток изменить положение вещей, то так оно и будет всегда. В этой книге как раз мы же отрагиваем ту проблему, над которой думаем, может быть, всю жизнь. Проблема теории воспитания человека. Нам кажется, что единственная надежда, и последняя, может быть, надежда человечества состоит в том, что будет когда-то создана теория воспитания, с помощью которой можно будет человека, существо от природы, чрезвычайно потенциально мощное, сделать таким, у кого эти потенции реализуются. Ведь сейчас огромное количество несчастья человеческих проистекает из-за того, что нет способа найти тот главный талант, который есть почти у каждого человека, а может быть просто у каждого человека. Вот если бы нашлась такая педагогическая теория, которая... Здесь у вас эта система лицеев. У нас нет, система лицеев немножко другая. Система лицеев – это система школ, в которых происходит подготовка будущих учителей. Да. А вот социальный слой учителей для того и существует, чтобы находить в каждом человеческом тетюнише его главный талант. понимаете, не воспитывать этот талант, не вытягивать его клещами, не дрессировать человека на определенный род деятельности, а именно найти то, в чем этот человек талантливее других, и помочь этому таланту рассвести. В этой связи, что вы думаете о религии? Вот есть определенное мнение, что, может, что-то подобное надо возродить или как-то сделать попытку? Ну, во-первых, ничего возрождать не надо, религия никуда не делась. Религия, если понимать ее достаточно широко, религия как вера в существование высшей силы, на которую надо ориентироваться человеку в его жизни, стремиться угодить этой силе всячески, в том числе и совершенствуя свою нравственность, эта религия никуда не должна, она всегда существовала, она будет существовать, и мне кажется, что сейчас явный подъем религии происходит, мне кажется, в этом в значительной степени, потому что люди разочаровались в реальностях, а всякие разочаровавшихся в реальности в человек ищут спасение свое, духовное спасение, фундамент, опору под ногами ищут в области сверхъестественного, в области волшебного. А вы как верите в чудо? Вы знаете, нет, я не верю в чудо. К сожалению, можно сказать, иногда, и чем старше я становлюсь, тем чаще, мне очень хотелось бы поверить, например, в переселение душ. Человек, верящий в высшее существо, человек, верящий в чудо, человек, верящий в вечность души, имеет определенное преимущество перед жестким и строгим материалистом. Ему легче жить. Человеку, исповедующему материализм, жить трудно. Поэтому иногда мне хотелось бы верить, но я устроен таким образом, что верить не могу. То есть, так он помогает тогда? Как-то вот... Вы знаете, не надо думать, что в мире не существует никакой нравственной опоры, кроме Бога, и не существует никаких духовных ценностей, кроме, так сказать, божественно-нравственных. Это ведь не так. У каждого человека есть любимая работа или может быть любимая работа. Любимые друзья, любимая женщина у мужчины и мужчина у женщины. Друг, любовь и работа. Это вот три кита, на которых, мне кажется, строить может быть построено счастье человека. И в преданности этим трем ипостасям существования и состоит, мне кажется, нравственность, которая опирается уже не на религиозные догматы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!